Так, в данный момент я нахожусь в пустом купе поезда Адлера Екатеринбург и на этом поезде я еду до конечной станции, потому что я собираюсь исследовать Свердловскую область на предмет интересных мест, как с точки зрения транспорта, так и в целом. Видео будут сниматься на две камеры, как на фотоаппарат, так и на видеокамеру, потому что мне нужно сохранить, во-первых, память для фотоаппарата, а во-вторых, зарядку, потому что я ограничен в возможностях подзарядки во время своего пути. Это невероятный кайф. Чистейший звук колес и доширак. Тут еще есть вафли, сыр, йогурт и вообще все, что угодно, все, что нужно для счастливой жизни. Но главное стук колес. В данный момент мы проезжаем Башкирию, это город Енаул, и я нахожусь в соседнем вагоне, потому что в нашем не работает ни одна розетка. Присвещением тех, которые на 54 вольта, однако 54 вольта не хочет заряжать мою видеокамеру. Как в общем-то это обычно и бывает на южных направлениях ставят всякую хрень. На поезда на Адлер, Новороссийскую Анапу. И напомню, что в данный момент я наеду поезд Екатеринбург, точнее Адлер-Екатеринбург. Зато можно ручки высунуть. Мы находимся на станции Екатеринбург-Пассажирский. Сюда я приехал на поезде номер 234. И сейчас я буду искать сегодня в Хаткорпе. Покатаюсь на метро. И потом уже на Ласточке можно будет ехать в Лижний Трагил. В запасе у меня около двух часов. В общем, этого достаточно, чтобы объехать всю сеть метрополитена. На привокзальной площади просто толпы туристов из разных стран. Преимущественно, конечно, из Южной Америки. Потому что сегодня, по всей видимости, играет Перу с кем-то. В моем поезде тоже были болельщики из Перу. И пока только их вижу. Их просто очень-очень много. Их просто очень-очень много. Наш поезд прибывает на станцию Вис. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА